Диагностика красной оболчанки затруднена тем, что это заболевание имеет множество симптомов. Получается, что не всегда можно поставить правильный диагноз только на основании клинической картины. Какие анализы нужно сдать? Есть помощник, который даст точное направление в постановке диагноза, в мышлении клинического лечащего врача. Но прежде всего нужно начать с общих анализов мочи и крови. Если есть анализы крови увеличения соя или скорости оседания эритроцитов, на это следует обратить внимание. Если есть лейкопения, уменьшение количества лейкоцитов от нормы, допустим, их там 3-5 в норме, тысяч, а их будет 1-1,5-2, ну максимум 2,5. Стоит обратить внимание. И тромбоцитопения, это уменьшение количества тромбоцитов в клиническом анализе крови. Это следует расценивать как определенные показатели. Хотя это характерно может быть не только для красной волчанки. Есть другие заболевания, для которых характерен именно такой вот такие показатели. Или такой изначально общий анализ, общий клинический анализ крови. Общий анализ мочи, где необходимо, прежде всего, обратить внимание на наличие гноя или крови в моче. То есть, если есть красные кровяные тельца, если есть лейкоциты в анализе мочи, следует обратить внимание, да, есть ли еще цилиндры могут быть. То есть, если есть, это все-таки небольшой, но намек на то, что есть гламирол нефрит. Или начальные какие-то, или это имеет отношение к красной волчанке. А если есть клинические проявления красной волчанки, то следует без сомнения думать о том, что это уже поражение почек. Понимаете, все увязывается не только по анализам. А нужно сложить воедино вот те пазлы, которые есть разбросаны. Клиническую картину, прежде всего, это анамнез, потом клиническую картину, лабораторную диагностику, клиническое проявление, течение, есть ли какие-то поражения уже других органов и систем, кроме кожи. Вот это все вместе даст нам основание предположить, что это красная волчанка и поставить диагноз. Есть достаточно показательный анализ. Берется кровь на ЛЕ клетки. Что это такое? Это, значит, я уже говорил, что это аутоиммунный ответ организма. Вот это соединение, которое возникает в организме, антиген-антитело, оно в свободном плавании, что ли, в крови, если простите за такой сленг. Оно свободно передвигается с массой крови. И вот это соединение, оно имеет определенное влияние на лейкоциты. И вот это соединение, ЛЕ клетки эти, вот если они есть в крови, значит, это указывает на то, что у больного красная волчанка. Плюс еще есть не специфические всевозможные показатели иммунной системы организма. Но они не специфические, но все абсолютно нужно, абсолютно точно нужно все для диагностики, брать абсолютно все известные анализы. Потом, значит, есть возможность сделать УЗИ органов определенных их систем. Нужно делать компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию. Все поможет в диагностике. Ну, без сомнения, везде нужны затраты и достаточно большие. Затруднить диагностику может схожи симптоматики красной волчанки с такими заболеваниями, как экзема, псориаз, особенно на ранних стадиях? Вы знаете, может. Ну, вот, допустим, псориаз. Псориаз, во-первых, не поражает лицо в виде бабочки. Он поражает другие у него излюбленные места. Локтевые сгибы, подколенные сгибы, чашечки сверху, локтевые суставы, простите, я говорю, локтевые суставы, коленные суставы, лицо. Но не лицо поражается в виде бабочки. И у него при псориазе характерным является шелушение. И самое главное, это псориатическая триада, которую ни с чем не спутаешь, и она характерна только для псориаза. Это наличие желто-белого или желто-бело-серого шелушения, которое легко снимается, обнажая терминальную пленочку. При поскабливании терминальной пленки, это вот два шелушения, терминальная пленка и поскабливание терминальной пленки вызывает небольшие капельки кровяной росы. Вот это характерная симптоматика триада при диагностировании псориаза. Экзема тоже имеет картину несколько другую. И она не поражает лицо таким образом, как мы все описывали. Она и лицо, в том числе экзема, тоже поражает, без сомнения. Но чаще бывают поражены руки, чаще бывают поражены другие участки тела, но и лицо в том числе. Вы понимаете, для экземы характерно абсолютно другое немножко начало. Как правило, бестемпературное. Как правило, без болей в суставах и болях в мышцах, без слабости. Ну, небольшая повышенная температура может быть при присоединении вторичной инфекции, не более. А как отличить волчанку от склеродермии? При склеродермии там появляются действительно красные, но они появляются в виде линейные такие поражения, чаще всего. Или они несколько отличные, чуть-чуть более интенсивно окрашенные и ближе к цвету кожи, загоревшие. И более такие линейные и на лице, они бывают крайне редко, бывают чаще всего у женщин на груди, под грудью, на спине, на животе, на бедрах, на других участках верхних конечностей. Но склеродермия, она через какое-то определенное время в центре образуется уплотнение такое, то есть преобразование уже соединительной ткани, то есть это изначальное рубцевание. Такой характерной картины клинической, как при... и не поражаются внутренние органы, самое главное. Хорошо, а пятно при красном лишее можно принять за пятно при красной волчанке? Ну, форм красного плоского лишая, вы имеете в виду красный плоский лишай? Очень много, но в основном есть такой характерный симптом, нужно высыпание при красном плоском лишее, смочить или водичкой, дать немножко высохнуть, и дать высохнуть, или смочить немножко подсолнечным маслом. И при косом свете дневном, или лампой сделать, в общем-то направленный лучик, можно увидеть под увеличительным стеклом, если хорошее зрение, то и так так называемую сетку Уикхэма. Это характерный признак. И потом, опять же-таки, красные плоские лишения бывают в виде бабочки. Крапивницу не спутаешь с красной волчанкой? Нет. Потому что там другая сыпь, хотя тоже есть ломота в суставах, и температура может повышаться. Но там, понимаете, там чувство жжения и зуда достаточно сильное при крапивнице. И волдыри другую имеют свою структуру. И немножечко тоже задействовано поражение, это тоже аутоиммунный ответ организма волдыри, но это все несколько другое. О путях заражения и передачи красной волчанки можно узнать, нажав на планшетку, расположенную слева. Чтобы просмотреть ролик о формах красной волчанки, нажмите на правую планшетку. Если вы хотите первыми узнавать о новинках нашего канала, нажмите кнопку «Подписаться» внизу экрана.